ИНЖИРОВАЯ ВОСКОВАЯ ЛОЖНОЩИТОВКА ЦЕРОПЛЯСТАС РУСЦИ Полифак повреждает более 30 семейств растений. Наибольшая вредоносность отмечена на инжире, цитрусовых и субтропических культурах. Заселяет инжир, айву, мушмулу, киви, шелковицу, гранат, боярышник, виноград, хлопчатник, грушу и другие культуры. Инжировая восковая ложнощитовка Инжировая восковая ложнощитовка – аборигенный вид для стран Средиземноморского региона. В настоящее время вредитель встречается во многих странах Африки, Азии, Южной Америки и Европы. Инжировая восковая ложнощитовка Инжировая восковая ложнощитовка причиняет растениям прямой вред, высасывая клеточный сок из листьев, стеблев, побегов. Это приводит к пожелтению и увяданию листьев, снижению фотосинтеза, побеги искривляются и усыхают, снижается их ежегодный прирост. Если вредитель находится на плодах, то плоды нормально не развиваются, уменьшается сахаристость плодов, преждевременное их опадение и потеря товарного вида, то что также влияет на экспорт продукции, которая повреждена этим вредным организмом. Кроме того, ложнощитовки в результате своей жизнедеятельности выделяют сладкие выделения, на которых выселяются сапрофитные грибки, вызывая так называемую чернь. Эта чернь образует черную липкую пленку, она ухудшает условия транспирации, фотосинтеза, тем самым сильно ослабляя растения. Из-за почернения листьев, усухания ветвей, также заметно ухудшается эстетическая привлекательность растений в местах отдыха. Тело взрослой самки покрыто восковым беловатым или розоватым покровом, который разделяется на большую верхнюю пластину и 8 боковых пластинок, из которых одна передняя пластинка, одна задняя и по три с каждой стороны, то есть 6 боковых пластинок. Высота тела с восковым покровом от 3 до 6 мм. Если мы удалим восковое покрытие, то мы увидим, что тело самки имеет красный цвет и длина самого тела 3-3,5 мм. Усики у ложной щитовки хорошо развиты, они шестичленниковые. Лапки тоже хорошо развиты, коготковые пальчики с расширением на вершине. Зимующей стадией являются оплодотворенные самки. Смертность во время зимовки у этого вида незначительная, поскольку ложная щитовка имеет плотное восковое покрытие, защищающее тело насекомого от неблагоприятных условий. Характерной биологической особенностью является высокая плодовитость этого вида. Одна самка способна отложить от 800 до 1500 яиц. Поэтому накопление численности благодаря такой высокой плодовитости происходит достаточно быстро. Личинки первого поколения появляются в конце апреля или начале мая. Они активно передвигаются по кормовому растению, присасываясь на верхней стороне листьев вдоль жилок. Развитие личинок, как правило, происходит на листьях. Но зимующее поколение – молодые самки переходят для зимовки на побеги. И, как правило, зимуют на побегах. Продолжительность развития первого поколения ложнощитовок составляет 2,5 месяца. Идентификация инжировой восковой ложнощитовки осуществляется молекулярными методами диагностики и морфологическим методом на основании изучения строения дыхальцевых бороздок, дыхальцевых шипов и восковых желез. Дыхальцевые бороздки – они узкие, начиная от дыхальца, и затем они расширяются ближе к дыхальцевым шипам. Дыхальцевые бороздки состоят из пятиячеистых желез. У инжировой восковой ложнощитовки у края тела они широкие, шириной примерно в 4 или 6 пятиячеистых желез. Общее количество желез в каждой бороздке примерно около 50, то есть вот этих пятиячеистых желез. Дыхальцевые углубления развиты. Это вот как раз здесь расположены дыхальцевые шипы. Сами шипы небольшие, конусообразные. В отличие от японской восковой ложной щитовки, дыхальцевые шипы более острые. Здесь вот они как раз конусообразные, этим они и отличаются, эти виды. Далее, на что следует обратить внимание на сложные поры, которые характерны для щитовок рода цараплястас. У инжировой восковой ложной щитовки эти поры или железы расположены как на нижней стороне тела, так и на верхней стороне. Чем они отличаются? Эти сложные поры бывают следующего строения. Неправильно яйцевидные двухъячеистые поры. Они расположены преимущественно в подкрыевой зоне тела. Округлые трехъячеистые поры, которые встречаются в средней части тела. Овальные двухъячеистые поры, которые тоже встречаются в средней части тела. Многоячеистые поры, они как правило расположены на последних стернитах брюшка. Еще в качестве диагностических признаков нужно рассматривать и край тела ложной щитовки, на которых находятся краевые волоски. Эти краевые волоски могут располагаться либо между дыхальцевыми шипами, либо самостоятельно. Вот здесь как раз дыхальцевые волоски. Они могут быть и тонкие, и есть толстые дыхальцевые волоски. По характеру их расположения также можно отличать виды. Против молодых самок инжировой восковой ложнощитовки ранней весной эффективна обработка минерально-масляной эмульсии. В качестве агентов биологической борьбы на цитрусовых культурах используются различные виды паразитических насекомых рода афитис. Например, афитис мелинус, афитис цитринус, а также хищники рода энкарзия, резобиус лафанта. Для борьбы с коричневой щитовкой применяются минеральные масла и агротехнические мероприятия. Удаление зараженных ветвей, выкорчевывание и сжигание зараженных деревьев. Продолжение следует...